Радио 54 Ну у нас еще планируется, надеюсь, что все получится, такой глобальный мюзикл с участием студентов и театров, такая коп-продукция с театральным институтом, если так можно это назвать Под это специальный драматург из Москвы, да, пишет нам пьесу Пьеса молодежная, интересная, будем работать с лучшими силами города Ну и как-то намечается, дай бог нам одобрят этот грант, который, потому что его мюзикл нельзя делать без денег А о чем мюзикл? А молодых людей, там, ну как бы не спойлерить, расскажу, что просто есть мужчины и женщины ведут кружок И они готовятся к конкурсу, ну типа конкурса голос И у них есть молодая студия мальчиков и девочек И они поссорились из-за того, что по-разному понимают современное искусство То есть, условно говоря, мужчина это более классический вариант продвигает А его пара, женщина, она, допустим, такая модернистка, ей интересно По этому поводу они разостроили И вся студия тоже разошлась на две части Одни пацаны пошли к мужику, а девчонки к барышне, значит И вот из-за этого конфликта А так как все друг друга любят Поэтому видимость вот того, что есть какая-то разница в искусстве между консерваторами, так сказать, и модернистами Она, любовь это все преодолевает Ну да, батл, а потом любовь Конечно Будет у нас в феврале, мне кажется, замечательная работа молодого питерского режиссера Юлии... Каландаришвили Каландаришвили, да Она сделала эскиз в театре И вот в феврале будет премьера Называться это будет... Воин Воин, да Это на молодежь тоже сделанная история Очень-очень талантливая Она о становлении мужского в мужчине О взрослении О взрослении О взрослении О том, как маленький мальчик преодолевает некие трудности Он не такой уж маленький подросток Ну подросток, да То есть все мы взрослели, все мы помним школу Становится мужчиной, да Ну и вспомним, что 90-е вообще были такие опасные годы И вот мы как-то с театром Афанасьевым, когда я еще был артистом Сделали, как это, не знаю, можно ли говорить, сговнякали капустник С сегодняшнего дня, говорят, можно И заказчик нас повез куда-то за город Каким-то людям в какую-то... Я помню, Зоя Владимировна Терехова, заслуженная артистка, была лисичкой Николай Соловьев был волчком Я какой-то тоже был, зайчик или еще Ну, короче, это было очень наивное творчество, скажем так Не то, что сейчас там уже, как это все развилось, в какие комедийные вещи А ну, это был такой новогодний утренник практически Ну, с какими-то взрослыми шуточками под гитару И мы, значит, зашли, нас мариновали в какой-то спальне всех вместе Потом по коридорам провели, открылась дверь И мы так вот... Огромный зал там был Ну, там, не знаю, там несколько тысяч квадратов И где-то вдалеке был стол, как у президиума такой И там сидело, значит, человек десять Какие-то в малиновых пиджаках Так, значит, все и со своими барышнями Уж я не знаю, супруги, не супруги Ну, так очень далеко это сидело И мы, значит, в гриме тут и с зайчикой, и с гитарой Что-то Зоя Владимировна ха-ха развесела Что-то пела, пела, пела В итоге через пять минут, значит, нас организатор выводит Значит, вот вам, значит, половина гонорара И очень быстро сейчас отсюда уезжайте, пока вас не постреляли Радион 54 Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM